Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре 14 мая, год по-прежнему у нас 2020. Мы начинаем очередной вебинар портала Prean.ru. С вами, как всегда, Филипп Березин, главный редактор этого портала. Это я. И сегодня наш гость Эрик Розенфельд, эксперт по инвестициям, в том числе по инвестициям в недвижимости. Эрик, привет! Привет! Привет, Филипп! Это уже наша вторая встреча. Первая вызвала, ну, в каком-то смысле, можно сказать, ажиотажный интерес. И было много откликов и на материал, и на статью. Видно, потому что и тема была интересная, и роль докладчика преуменьшать ни в коей степени неправильно будет. Эрик действительно показал себя во всей красе, и мероприятие было очень-очень интересное. Спасибо огромное! Сегодня мы продолжаем. Собственно, сегодняшнюю нашу встречу мы анонсировали еще тогда, неделю назад, потому что про долевые инвестиции, про инвестиции с небольшим бюджетом, вообще про подход к инвестициям говорить можно бесконечно. В прошлый раз мы говорили довольно общо, но просто мы с этого решили начать нашу серию вебинаров. А сейчас уже говорить будем гораздо более конкретно. То, как, собственно, и обещали, поговорим о цифрах. Попрошу в чате сбросить, ну, кто по каким-то причинам не видел или по разрешению нашего вебинара захочет освежить в памяти нашу первую беседу. Ну, а начну я с того, что напомню, наверное, главный тезис, он у нас на слайде одном показан. Значит, ну, вот эта тема наша, мы заявили ее сегодня таким образом, практически кейсы по долевым инвестициям. А главная тема, о которой мы говорили, она звучала так, что покупка недвижимости – это не инвестиция, а инвестиция, она становится тогда, когда начинает приносить доход. Отдельно хочу еще поприветствовать не только нашу аудиторию, которая сегодня вновь идет на рекорд именно на нашей платформе, но и также в Фейсбуке. Дорогие друзья, вы можете задавать вопросы, причем я искренне призываю сегодня это делать максимально активно по той самой причине, что вот все, о чем мы сегодня будем говорить, это, еще раз повторю, это не истина в последней инстанции. Есть мнение уважаемого эксперта, с ним можно соглашаться, с ним можно не соглашаться, априори я, вот, например, с этим, с любым мнением не согласен и вижу свою функцию, как, с одной стороны, познакомить вас с этим экспертом, а с другой стороны, трансформировать все ваши идеи, вопросы и сомнения, передать их Эрику, ну, в рамках разумной корректности, которую тоже никто не отменял. Итак, пожалуйста, задавайте, спорим, дискутируем, тем более, что тема действительно очень важная и в B2B и в B2C сегменте. Итак, Эрик, в прошлый раз мы говорили о том, что покупка недвижимости это не инвестиция, ну, сама по себе не инвестиция и коснулись того вопроса, что вот классические схемы, к которым мы привыкли, как инвестиции в недвижимость, то есть покупка с последующей перепродажей и аренда, будь то краткосрочная и долгосрочная, это очень часто истории, ну, со многими но, почти всегда, как и любые инвестиции. Давай 30 секунд, одну минуту, основные но, а потом перейдем к цифрам и графикам, о которых мы и говорили. Вот сейчас, тем более, зрители продолжают подходить. Ну, поскольку мы действительно говорим о двух классических, наиболее распространенных вариантах инвестирования, точнее, получении дохода через инвестирование, это перепродажа и аренда, то мои но заключаются в том, что расчет на доход с перепродажи, он, скажем так, не столь очевиден, как это кажется в момент покупки недвижимости на нулевом этапе, то есть стройки. Не потому, что она не будет закончена, а потому, что потом, когда стройка закончится, вы, как владелец такой квартиры, в надежде на получение прибыли, на которую вы рассчитывали изначально, окажетесь, так сказать, в ряду с теми, кто также с той же целью покупал, а, возможно, и с самим застройщиком, что заставит вас, скорее всего, цену снижать, то есть возвращаться к той близкой цифре, которую изначально вы заплатили. Плюс, конечно, комиссию надо учитывать, еще много всяких банков. Что же касается аренды, то здесь я вижу два направления, это как бы долгосрочная и краткосрочная, мы о той и о другой поговорим, здесь есть свои нюансы, они, в первую очередь, связаны, конечно, с тем, кто этой арендой будет заниматься, и долгосрочная – это более простая схема, краткосрочная – более сложная, об этом мы сегодня поговорим. Окей, давайте начнем тогда с долгосрочной аренды. Давайте. Мы поговорили, то есть Эрик приготовил некоторые кадры, ну, то есть презентационные, которые позволят нам на что-то опираться, а не просто на какие-то слова. Итак, давайте посмотрим. Кадр первый. Сразу хочу оговориться, здесь приведем пример, написано слово там «теревьеха» «Испания», долгосрочная аренда, сделка без кредита. На самом деле слово «теревьеха» и слово «Испания», как мы с Эриком говорили, это в данном случае такой некий собирательный образ. Мы рассмотрим пример квартиры, ну, в городе, который может быть интересен с точки зрения долгосрочной аренды. «Теревьеха» в данном случае может быть не самый оптимальный пример, ну, хотя почему нет? То есть там есть и краткосрочная, безусловно, как туристическая история, но есть и долгосрочная. Эрик, начинай ты рекомментировать, наверное, цифры, как ты их себе видишь, а коллеги еще раз призываю, есть какие-то вопросы, задавайте их, есть какие-то сомнения, тоже, пожалуйста, озвучивайте их в пределах здравого смысла и корректности. Да, спасибо, Филипп. Конечно, «Теревьеха» взята просто как некий примерный вариант, вместо этого может стать Аланье, может стать еще какой-то другой город, где более-менее подобные цены. Я выбирал на основании конкретных проектов, которые сейчас там продаются, и взял бюджет, который, ну, скорее всего, находится в вилке наиболее популярных. То есть я брал недорогие квартиры, но при этом не самые дешевые, вы знаете, тоже «Теревьеха» может быть и за 30, и за 40 тысяч что-то. Ну, вот, скажем, квартира, которая имеет некую рентабельную или арендную, скажем так, ценность. Поэтому взял вот такой бюджет. Он может быть, повторюсь, больше или меньше. Двухфунктная квартира, 40-50 метров, достаточно стандартный, клишеобразный вариант. Ну, далее я добавил те налоги, которые конкретно в Испании существуют, они меньше или там они отличаются. В любом случае, вот этот расчет, с чего-то надо было отталкиваться. Получилось, что квартира в 65 тысяч обходится в «Теревьехе» человеку примерно в 7-4 тысячи после всех налогов и выплат, которые в связи с покупкой человек должен совершить. Далее мы говорим про аренду. То есть сделка и расходы, они фиксированы, они понятны. Это то, что вы из своего кармана вынуждением будете выложить, то есть то, что вы даже будете заплатить. Дальше начинаются некоторые гадания. Эти гадания исходят из того, что мне посоветовали мои коллеги, живущие и работающие в Испании, именно в этой части Испании. И некоторый просмотр вариантов, которые я нашел в интернете. Получается, что при достаточно хорошем раскладе 500 евро при долгосрочной аренде с этой квартиры можно получить. Кто-то скажет, что это слишком оптимистичный прогноз. Ну, давайте все-таки исходить из лучшего, чтобы меня не обвинили в том, что я занижаю цифры. Берем хороший вариант, 500 евро в месяц, это 6 тысяч получается в год. И таким образом у нас получается доход 6 тысяч, но еще это до вычета определенных расходов. Комиссия агентства, как правило, это одна аренда, вычитаем отсюда 500, вычитаем коммунальные платежи, которые в Испании, ну, просто из Финляндии глядяще, просто смешные 20 евро в месяц. Вообще ни о чем. Ежегодный налог на квартиру примерно такой. Опять-таки я исходил из примерно 4-5 вариантов, которые я посмотрел по цифрам у нас. И получается, что ежегодные расходы составят примерно 940 евро. Я исхожу из того, что человек снимает на год, а через год, скорее всего, снимает тот и другой, и придется опять платить комиссию. Что не обязательно будет случаем, но с другой стороны, может быть и тогда, и так, что человек снял квартиру, а съехал там через 6-7 месяцев, опять нужно самому искать или пользоваться чьей-то помощью, а значит платить опять комиссию. Поэтому, повторяюсь, это усредненный вариант. Вот, усредненный вариант. Есть исключения и в ту и в другую сторону. Что мы получили? Мы получили 5 тысяч примерно прибыли, что сравнивая с 74 тысячами евро затрат, получается 6,84%. Налог на доход для резидентов, для нерезидентов, получается в Испании 24%, и мы должны его учитывать. Можно, наверное, как-то его не платить, но рано или поздно платить придется, и может быть даже еще и больше, чем здесь. Поэтому лучше исходить из, так сказать, легальной версии налогообложения, и поэтому чистая прибыль получается 3,846. То есть в этом нашем исходном наборе данных, который, повторяюсь, некий усредненный вариант, и мы уходим на доходность в 5,20 после налога. Тут я никак не буду комментировать, хорошо ли это или плохо, я вообще не хочу выступать в роли светофора, который говорит, что вот туда не есть, здесь красный свет, здесь зеленый свет. Моя задача предоставить вариации, варианты, а уж что кому хорошо, это уже решать, собственно говоря, вам, как будущим, возможно, покупателям этой самой недвижимости. Поэтому вот здесь вот при всех этих исходных мы пришли к доходности чистой 5,20. Для кого-то это мало, для кого-то это хорошо, для кого-то это просто великолепно. Поэтому дальше оценивать вы будете это сами. Какие здесь есть плюсы и минусы? Ну, плюс классически вы купили квартиру, чтобы не было, квартира у вас остается на руках, вот так сказать. Это для многих плюс. В случае долгосрочки, скажем так, участие агентства минимальное, по сравнению с долгосрочной арендой, по крайней мере. И поэтому, собственно говоря, не так уж принципиально, какое именно агентство будет это сдавать. Естественно, нужно, чтобы у него был опыт сдачи в аренду, чтобы они занимались вообще арендой. Но, повторюсь, это гораздо меньше требует времени и умения, чем краткосрочное, о котором мы поговорим позже. Поэтому не так сложно, наверное, найти компанию, которая за вас эту аренду арендатора найдет и аренда примет и так далее. Да. И последний вопрос – это, конечно, ликвидность. Вопрос даже, не знаю, может, критерический, потому что при всем декларировании роста цен на недвижимость в той или иной стране, мы можем оказаться в ситуации, что квартира будет не ликвидная по той цене. То есть она всегда ликвидная, разумеется, но вопрос только о цене. Что будет не ликвидна по той цене, которую вы себе запланировали. Поэтому вот ликвидность – здесь вопросительный знак. Может быть, продастся, может быть, не продастся или не продастся по той цене, что вы хотите, а продастся дешевле. Вот схема долгосрочная, простите, достаточно, на мой взгляд, понятная и расписанная по деталям. Окей, пошли первые комментарии. И, друзья, совершенно, как мы уже и заранее сказали, да, 500 евро – это, может быть, цифра большая, может быть, маленькая. Собственно, то, о чем Эрик сказал, здесь как раз мы оцениваем примерно порядок. То есть понятное дело, что 400 – это цифра более радушная и так далее. Ну, то есть как бы здесь есть очень-очень много допущений, но, видите, кому-то покажется 500 евро цифра завышенная, кому-то нет. Еще раз говорю, мы оцениваем порядок в данном случае. Мне кажется, с точки зрения порядка, ну, там, вот 5% получилось. Давайте, как бы, ну, примерно эту цифру... Ну, это будет 4%, 4-5%. Если мы снизим аренду на 20%, то, наверное, мы где-то потеряем, ну, тут, так сказать, должно пересчитывать. То есть я сознательно взял чуть-чуть получше картинку, потому что, ну, как правило, когда представляешь расчеты, то обязательно найдется кто-то, кто скажет, эй, на самом деле, а я-то сдавал за 700. Поэтому, повторюсь, исключение возможное, я взял чуть-чуть лучше, чем среднее. Вот один из зрителей уже подчеркнул, что это совсем даже нереальная цена, на самом деле, 400 более близко к тому, что... Ну, окей, хорошо, мы получим 4,8, например. Окей, значит, ну, вот как ты тогда комментируешь, ну, понятное дело, что 5% это, ну, или там, 4%, кому-то много, кому-то хорошо. Но вот главный вывод, который ты из этого бы хотел сделать, ну, просто вот характерный пример. Ну, я бы не пошел таким путем, потому что, если у меня есть только сумма в 60-70 тысяч, и я думаю, куда ее вложить, я бы пошел по пути, о котором мы скажем позже, я бы диверсифицировал эту сумму на несколько инвестиционных продуктов, связанных с недвижимостью, тем самым уменьшил бы риски. Сколько в данной ситуации, особенно если мы покупаем курортное жилье, мы зависим от целого ряда факторов, и может оказаться, что наша квартира будет простаивать и не будет приносить на того дохода, на который мы рассчитываем. А значит, перестанет быть инвестицией, а значит, будет только снастянуть деньги, что явно не является вашим или чем-либо планом. Я для себя всегда, ну, как бы в такой ситуации, ну, особенно на первый год покупки, когда мы общаемся с клиентами, в основном на выставках, ну, поскольку мы сами не занимаемся при продаже недвижимости, ну, когда мы просто приходят, советуются с такими или с очень похожими схемами. Тут, ну, вопрос, который всегда у меня возникает, вот, например, даже в этой схеме не учтены, например, ну, расходы, которые напрямую с покупкой, может быть, не связаны, но ты же не покупаешь, ну, на практике удаленно. У тебя есть некоторые расходы, ну, я же не говорю про временные, но чисто финансовые, которые ты затрачиваешь на то, чтобы первый раз приобрести эту квартиру. Я про мебель ничего не сказал. Могут быть затраты на мебель, могут быть затраты на ремонт, зависит от арендатора и так далее, и так далее. Я, повторюсь, я брал максимально оптимистичную картинку, поэтому вот это получилось, что получилось. Справедливо говорят, да, налоги, потом, ну, объективно, еще надо смотреть, вот, испанский пример, он один, а кипрский он будет другой, потому что, например, перевод денег из, ну, если вы хотите перевести эти деньги, там, из Испании в Россию или из Кипра в Россию, ну, там условия будут немножко разные, и даже не в том дело, что, там, банки будут играть какие-то свои игры, просто есть, ну, некоторые моменты, которые мы, наверное, как-то отдельно поговорим, какая история законна, какая история незаконна в данном случае, то есть, как правильно это делать. Ну, а, в общем, история более-менее понятна. Давай перейдем теперь к следующей таблице, она немножко иного формата, это если мы говорим про каткосрочную. Да, здесь я не стал делать расчетов, поскольку они, ну, могут быть на самом деле не соответствующими тому, что в результате человек получит на руки, и в гораздо, неизбедимо, большей степени, чем в картинке предыдущей. Еще маленький пост-комментарий, потому что только что я написал, вся цель, моя цель того, что я делаю в данном случае, это привлечь внимание к расчетам, не сказать, что вот это правильно, это неправильно, а подтолкнуть покупателя недвижимости, потому что он прежде, чем принимал бы решение, он вот эту таблицу для себя написал, исходя из того, где он покупает, по какой цене, какие будут расходы, и высчитал эту самую доходность, коль скоро эта доходность ему важна. Ну, так вот, опять-таки, учитывая, как я понимаю, аудиторию портала Приан, людей больше интересует курортная недвижимость. Недвижимость как таковая, а не только курортная. Зарубежная недвижимость, но курорт, наверное, находится в некотором фокусе. Ну, я могу сказать, когда мы, в принципе, говорим о зарубежной недвижимости, очень часто до сих пор, ну, как более понятное, как более близкое, по крайней мере, на уровне проживания, для многих это так, не для всех, но для определенной аудитории. Да, поэтому я говорю про только срочную аренду, как такую тоже составляющую некого плана для типичного покупателя, когда он хочет и сам пожить, и еще и заработать на своей квартире. Тоже очень-очень типичная ситуация, я с ней сталкиваюсь постоянно. Ну, так вот, в этой ситуации, когда речь идет о том, что и сам пожить, и заработать, мы явно говорим о какосрочной аренде. И в этом смысле для нас прекрасной подсказкой являются порталы Booking и Airbnb. Просто читайте и наслаждайтесь, какое количество полезной информации там можно найти по ценам, по конкретной компании, которая занимается или предлагает вам заниматься арендой вашей квартиры впоследствии и так далее, и так далее. Я скажу здесь лишь несколько слов важных для того, чтобы понять, каким образом ваша вновь приобретенная или новоприобретенная квартира появится на этих порталах. Поскольку, подчеркну, по-моему, мы говорили в прошлый раз, что если компания занимается тракосочной арендой, но почему-то не публикует свои объекты на Booking и Airbnb, то для меня это, по крайней мере, странно. Потому что для любой компании, у которой есть объекты на тракосрочке, не публиковаться на столь популярных порталах, которые генерируют этот поток, ну, было бы очень странно. Поэтому, если они этого не делают, то, скорее всего, здесь, ну, скажем так, не очень серьезная компания, на мой взгляд. Ну, вот это как раз тут у меня вызвало эта история. Мы еще по завершении того вебинара, как я не успел возразить, тут разные мнения, может быть. Ну, просто у меня есть примеры, я думаю, вполне достойных компаний, которые занимаются сдачей, ну, в том числе и самостоятельно. То есть кто-то из них работает с Airbnb и Booking, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то не работает вообще, создавая какие-то свои альтернативные платформы. Их результаты, в общем, вполне позитивные. Другой вопрос, могли ли они с Booking или с Airbnb заработать больше, но по факту варианты есть разные. Здесь этот вопрос абсолютно, на мой взгляд, дискуссионный, но мнение для кого, мнение мое иное. Он вообще стоит отдельного разговора, поскольку это очень интересная тема. Тем не менее, давайте вернемся к таблице. Значит, когда вы покупаете, тут есть несколько важных пунктов. Первый – это ваше позиционирование, скажем так, как вы предлагаете товар, у вас есть квартира, которую вы хотите сдавать. Самостоятельно ли вы публикуете это на этих порталах, или это делает компания, с которой вы сотрудничаете. В результате, в любом случае, эта квартира появляется на портале Booking или Airbnb или там и там. Надо знать такую вещь, что когда вы публикуете свой объект на этих порталах, то вы оказываетесь в конце длиннющей очереди из аналогичных предложений. Ну, примерно так же, как если бы вы занимались рекламой через Яндекс или Гук. Того, чтобы продвинуться вперед, уже либо… Есть два способа – либо платный, либо органический. Платный – быстрый, но расходный. Органический – медленный, но бесплатный, сравнительно. Органический рост для вас означает в случае квартиры, что она должна постепенно набирать такое-то количество отзывов, оценок, бронирований, и по мере роста этих самых цифр ваша квартира будет продвигаться в топ. Все вы когда-то пользовались, наверное, Airbnb и Booking, вы знаете, что вы устанавливаете определенные исходные параметры, и потом вы смотрите там одну, две, может быть, три страницы, вы явно не листаете 50 страниц предложений, либо ограничиваете поиск, либо выбираете что-то на первых двух-трих страницах. То же самое происходит с любым другим пользователем, в том числе и с теми, кто впоследствии будет вашу квартиру снимать. Они будут смотреть на первые, а вы находитесь там в конце, и будете еще где-то год находиться в конце. Какие есть варианты? Вернее так, начнем с того, что в конце чего вы находитесь. Вот я сделал в прошлом году расчеты, это было в октябре. Я думаю, что через год явно мы примерно подобные цифры тоже увидим. Ну вот возьмем ситуацию прошлогоднюю. Если я выберу четыре наиболее популярных, скажем, курортных города, Аланье, Торевьеха, Варна и Бату. При этом в Аланье существуют ограничения для краткосрочной сдачи в аренду. Другие города, насколько я знаю, ее нет. Ну так вот, я выбрал неделю в октябре. Не совсем так лицензия требуется, насколько я знаю, там и в Варне, и в Торевьехе. Но просто это вопрос, трудность ее получения. Насколько я понимаю, по большому счету, это нигде не проблема. В Варне точно в Торевьехе? Нет, про Батуми ничего точно сейчас не скажу, но думаю, что тоже небольшое. Представьте, что у вас нет никаких ограничений или вы на эти ограничения обращаете внимание. В любом случае вы заходите на эти порталы и вы видите, что, например, если бы вы снимали в прошлом году в октябре неделю проживания в апартаментах уровня стоимости 50-60 тысяч евро, точнее, скажем так, лучше по аренде 50-60 евро в сутки и на неделю, то вы бы нашли в Валане 263 предложения, в Торевьехе 545, в Варне 479, а в Батуми так и вовсе 3359. Ежели вы в октябре вдруг стали бы планировать свой отдых, например, на лето следующего года, то вы увидели бы несколько меньшие цифры. Это вызвано, как правило, тем, что не все еще в октябре знают, будут ли они сдавать свои квартиры. Короткосрочные или нет, поэтому это положение меньше. Тем не менее, и эти цифры впечатляют. Спасибо, пожалуйста. Я еще раз хочу уточнить. Вот и цифры октября, и цифры июля были зафиксированы тобою примерно полгода назад. Да, в начале октября, на первой неделе октября 2019 года. Вот. При этом это что касается очереди. Как эту очередь обойти? Ждать год, когда ваша квартира будет, скажем так, находиться в списках, но, видимо, очень медленно продвигаться вперед, в силу того, что ее не находят потенциальные арендаторы, либо платить деньги. Что значит платить деньги? Ну, существуют комиссии. У Booking.com это 15% базовая комиссия, у Airbnb на 3%, но он берет еще дополнительные там 12-13% с арендатора. Поэтому и там, и там примерно на сходах 15%. Почему я об этом говорю? Потому что у Booking есть несколько вариантов. Вы можете выйти на 18%, по-моему, даже на 20%, может, даже и больше комиссии. Если вы будете платить Booking, то он будет вас продвигать быстрее. Ну, примерно то же самое, как платное продвижение там в Яндексе или в Google. То есть платите Booking больше, и вы попадете туда быстрее. Но что значит платить больше? Вы должны либо брать больше с арендаторов, то есть выпадать из некого среднего бюджетного, так сказать, положения, там, места. Либо вы должны отрезать немножко от своей прибыли, не немножко, а порядочно, на самом деле. Что означает, что вы будете зарабатывать меньше, чем вы планируете. Далее, что нужно учитывать? Еще один способ, конечно, демпинг. То есть, по-моему, что вы можете снизить там с 50 до 30 евро и сдавать по 30 евро, но вы привлечете огромное количество бэкпекеров, то есть людей, которые там живут по 8 человек в квартире, которые, скорее всего, квартиру разнесут. И у вас возникнут побочные расходы на ремонт и так далее и так далее. Это все только что касается расходов, связанных с Booking и Airbnb. Я пока еще даже не затронул расходов агентства. И то при условии, что вы такое агентство нашли, это действительно агентство, занимающееся как разочной арендой. Потому что это тоже не всякому по плечу и не всякому хочется этим заниматься. Это крайне хлопотный бизнес. Крайне хлопотный бизнес, поверьте мне, по опыту. Ну, у тебя есть свой опыт, да? У тебя есть, ну, правда, это опыт не курортный, у тебя хельсинский опыт, насколько я говорю. Да, у нас в управлении 11 квартир. И я скажу, кстати, вот немножко в качестве ответа тому, что ты изначально сказал, что вот есть люди, которые сдают и не через Airbnb и Booking. Это возможно делать, у тебя 2-3-4 квартир. Ты, наверное, найдешь через Facebook арендатора, через контакт. Но когда у тебя 10 и более квартир, а, собственно говоря, компания на этом фокусирующаяся, она вряд ли удовлетворится 3-4 квартирами, она будет расти нормально совершенно, то уже без Booking и Airbnb точно не обойтись, потому что поток твоих знакомых арендаторов не покроет постоянное круглогодичное использование квартир. Вот, поэтому все равно придется выходить на эти порталы, как человеку, который хочет, чтобы его зарубежную недвижимость кто-то увидел в России, нужно идти куда? На портал в Приатт. Правильно? Ох, какой комплимент. Спасибо огромное. Вот. Это что касается краткосрочек. Повторюсь, я здесь не писал цифры, поскольку они варьируются. Я хотел подчеркнуть здесь несколько только важных моментов. Это, во-первых, то, что, публикуя на этих порталах Airbnb Booking, он будет платить комиссию, что для того, чтобы прорвиться в топ, вам нужно либо ждать, либо дебиговать, соответственно, год терять. И, в-третьих, то, что компания, которая занимается серьезной прокурорной арендой, на мой взгляд, я на этом настаиваю, должна быть там. Она может генерировать, скажем так, поток арендаторов из разных каналов, в том числе из своих знакомых, это вполне нормально. Но если она там не представлена, то это плохо. Если представлена, то это источник дополнительной информации. Вы можете видеть по тому, по ее объектам, которые, несомненно, не будут от вас скрывать, какие у них оценки, сколько у них бронирований, какие комментарии и так далее, и так далее. Море информации, чтобы оценить, насколько компания профессионально работает в этой сфере. Ну, смотри, риски ты описал. Я сейчас как раз, давай через минуту-другую ответим на вопросы. Но все-таки, если мы говорим о рисках, которые ты сказал, про краткосрочную, понятно. Но, во-первых, насколько корректны все вот эти утверждения и сомнения и расчеты с учетом текущего сезона, или можно ли это говорить? Для курорта недвижимости в текущий сезон мы исключаем. То есть мы просто говорим о том, что давайте будем думать о 2000... В 21-м году, да. Да, давайте думать о следующем, потому что, ну, все временно, и давайте считать, как бы, так сказать, что этого года нет. Вот он будет следующий. В конце концов, люди же не ради одного года инвестируют, для того, чтобы получать доход постоянно, чем дольше, тем лучше. Поэтому давайте думать о том, что в 19-м году то, что было, мы примерно к нему придем в 21-м или 22-м, я этого не знаю. Но в любом случае, явно, так сказать, все нормализуется. Ну, вообще, если мы говорим о второй схеме, как о краткосрочной, учитывая текущие страхи, тоже был вопрос от Владимира, ты все равно видишь целесообразность и возможность для частного лица вкладываться краткосрочно, допустим, в курортную недвижимость или в недвижимость в крупных туристических центрах, то есть в квартиру, которая в значительной степени завязана на туризме. Если человек хочет, если у человека основная задача иметь там тот называемый, пресловутый домик у моря, и заработок является для него вторичным фактором, не первичным фактором, а, так сказать, неким дополнительным бонусом, за счет чего он может там оплатить свои перелеты туда-обратно пару раз в году и так далее. В этом случае, конечно, лучше, потому что, ну, явно будет спрос на курортную недвижимость, никуда не денется. И для людей, которые хотят, вот, действительно, в первую очередь отдыхать, а потом уже слегка зарабатывать, это хороший вариант. Но обрати внимание, что сейчас происходит на Airbnb, например. Все краткосрочники перестроились в долгосрочниках. То есть все перестроились те, кто могли. Например, ну, в Хельсинки или в Мадриде или в Стамбуле это гораздо легче сделать, чем в Арне, Торревьехе или в Алании, я так предполагаю. По понятным причинам. Поэтому хотят, скажем так, все-таки ставить доходность в углового угла и при этом для них вот именно традициональное инвестирование, то есть покупка недвижимости полностью на себя является принципиальным моментом, то я бы посоветовал брать, теперь мы уже как бы пуганные, поэтому я бы посоветовал брать варианты, где вы могли бы перестроиться с краткосрочки на долгосрочку. И курортные города, скорее всего, это не первый выбор при таком подходе. Комментарий от нашего зрителя с Фейсбука от Алисы Бочкаревой. Категорически нельзя снижать цену на аренду ниже так называемого bottom rate, квартиру разнесут, лучше пусть пустуют, чем пускать бэкаперов. Кстати, вот знаете, я безумно благодарен вам, дорогие зрители, я, например, абсолютно убежден, что после такого комментария, Алиса, спасибо вам большое, мы в ближайшее время обязательно проведем вот такой же масштабный вебинар, посвященный тому, как правильно сдавать квартиры в аренду и какие здесь есть риски. Записал себе, обещаю, в ближайшие несколько недель сделаем такую волшебную штуку, будем рады видеть вас и среди участников, и, может быть, кому-то, кому интересно, среди экспертов. Эрик, ну, давай тогда о следующей части поговорим. Давай. Ты в известном смысле, ну, по крайней мере, в предыдущий раз мы как раз об этом говорили, выступал апологетом других схем. Когда кто-то говорит, что есть там какие-то другие возможности, ну, давай объективно говорить, всегда со стороны потенциального инвестора есть, ну, опасения. Каждая лягушка свою лужу хвалит. Это... Конечно. Ты веришь в то, чем занимаешься, иначе бы ты этим не занимался. Какой смысл? И то, куда я инвестирую сам. Да. Надо это давать. И то, куда инвестируешь сам. Давай поговорим о чем. Иначе я не делаю этого. Забегая вперед, я знаю, что цифры там будут больше, но и вопросов там будет гораздо больше, чем в первых... Пожалуйста. Да. Итак, то, о чем мы с тобой говорили, вот был проект, который ты анонсировал, это значит, Франция, Винтхем, Хаклеон... Не ломай язык, пошли на... Посмотрели на красивые картинки и пошли к цифрам. Мы сегодня про цифры, поэтому давай... Но перед этим ответь Степану или Стефану Степану. Когда финны откроют границу с Россией в полной мере? Мне-то ты ответил перед началом? Ну, что слышно? Ну, пока она... Известно, что она не откроется до 14 июня, а дальше это во многом будет зависеть от ситуации в России. Поэтому, поскольку все смотрят на цифры, мы знаем, о каких цифрах идет речь, поэтому будет зависеть от ситуации в России и от цифр. Ребята... Пока что до 14 июня не будет никаких изменений. Окей. Итак, возьмем инвестицию примерно в 50 тысяч евро. Ломающее название от Эрика. Пожалуйста. Объясняй? Да, поясняй. Значит, небольшое вступление. Во-первых, я привожу этот пример не только потому, что мне самому нравится, а как, скажем так, некий альтернативный подход. Вот. Мы всегда отталкиваемся от неких клише, которые у нас есть в голове, в частности, касательно недвижимости. Первое из них – это вот я хочу владеть всем и всем управлять, потому что если вдруг я с кем-то вместе этим владею, то меня обязательно обманут, кинут там и сделают что-то у меня за спиной, я просто так останусь ни с чем. Наверное, у людей, у которых такая, скажем так, маниакальный страх быть обманутым, у них, видимо, есть некий опыт в жизни, или они наслышаны о подобном через знакомых и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что совместное владение, долевое владение, на мой взгляд, совершенно неплохой вариант, особенно потому, что он решает две задачи. Он решает задачу малого входа, при этом деньги, за которые сложно купить что-то приличное, в данном случае это 17 тысяч с небольшим евро. Во-вторых, он позволяет диверсифицировать риски. Потому что… При тех же самых вложениях, ты имеешь в виду? Да, при тех же самых вложениях, но мы их, скажем так, раскладываем на разные корзинки. Часто используется в данном случае аллегория с яйцами и корзинами. Мне больше нравится про стаю волков и про льва. Здесь идея такая, можно купить льва, а можно купить стаю волков. Лев выглядит красивее, здорово владеть львом. Но если не дай ему с оленом что-то случится, вы потеряете все. В стае можно потерять одного-два волков, все равно стоя, она останется в стае. Немножко смелое такое сравнение, но идея заключается именно в том, что раскладывая капитал на маленькие кучки, вы минимизируете риск. Это, я думаю, всем понятно и все с этим согласятся. Ну так вот, в данном случае речь идет о совершенно замечательном гольф-испа-проекте, который находится в центральной Франции. Это большой-большой участок земли, миллион квадратов. Это поселок вокруг, скажем так, в центре находится отель, который такое место, где проводится свадьба. С левой стороны, кстати, вот картинка во время одной свадьбы, где там оркестр играет и прочее, прочее. Вокруг него строится гольф-поле, строятся апартаменты, и в этих апартаментах можно купить либо полностью квартиру, собственность. Можно купить квартиру в собственность и отдать ее в управление компанией, которая сдает ее в аренду туристам, в первую очередь местным, поскольку этот проект рассчитан в первую очередь на местных туристов, а не на иностранцев. И, во-вторых, можно купить долю в такой компании, в такой квартире. Доля означает то, что юридически каждой квартирой владеет компания. У меня 13 долей. Вы можете купить одну долю, две доли, три доли, хоть все 13 долей. Это ваше дело. Главное заключается в том, что все, кто вкладывает подобную квартиру, они все покупают с одной целью. И у них в силу контракта с управляющей компанией нет никаких возможностей забрать часть вашей доли или как-то перетащить как-то дело на себя. Вы получаете свою доходность, исходя из того, что вы вложили. Вот теперь, если мы могли бы показать эту таблицу, я немножко расскажу по цифрам. Мы пообещали нашим слушателям заранее, что мы будем очень много говорить про цифры. Это мне нравится, я как математик по образованию цифру люблю, и поэтому поехали. Значит, здесь самый минимальный вход – это 17 230 евро. Я взял 50 тысяч, чтобы немножко вы, если вы помните наши цифры по Теревьехе, чтобы вы могли сравнить доходность здесь и доходность, скажем, при покупке одной цельной квартиры при долгосрочной аренде. Здесь тоже мы говорим про долгосрочную аренду, стоит только разница, что здесь есть управляющая компания, кто берет на себя обязательства, и не только по доходности, но и по перепродаже вашей доли через определенное количество лет. Если вы покупаете сейчас, компания перенесла открытие своего курорта, этого гольф- и спа-центра на следующий год, по нам всем понятным причинам. Поэтому те, кто покупает сейчас, получают просто кэшбэк 5%. Сейчас оплатил, получил, вот в случае там 50 тысяч, например, как пример, точнее взял 3 доли, 51,690, получает там 2,5 тысячи евро возврата. Со следующего года и напряжение 5 лет инвестор получает 6% в год. Это ни много, ни мало, это хорошие доходы, с учетом, что это абсолютно пассивный доход. С 2021 по 26 год, таким образом, она принесет вам по 3 тысячи 100 в год, или в общей сложности 15,5 тысяч за 5 лет. И дальше начинается интересная ситуация. У вас есть два варианта пути. Вы можете выйти из этого проекта, получив обратно свои деньги, плюс 25% в бонус. У вас выкупают эту долю. Либо вы можете продолжить еще 5 лет получать доходность, но уже 8%. И выйти через 10 лет. По сути, через 11 год сейчас и плюс 10 лет доходности. Все ваши расходы, это административная плата 120 евро в год на фракцию. Или как мы рассматриваем в данном случае 3 фракции, это 360 евро в год, или 1800 за 5 лет, или 3600 за 10 лет. Общий расчет при случае 5-летнего выхода, то есть год кэшбэк, 5 лет доходности, и дальше спасибо, не больше не надо, до свидания. У вас получается 9,42% годовых. Давай пошли первые вопросы, и потом... А как технически ты продаешь свою долю, как это происходит? И можешь продать ее раньше срока, если ты наигрался и больше не хочешь? Ты можешь, скажем так, ты можешь, во-первых, это сделать самостоятельно, в сумке у тебя доля такая же, такая же собственность, как и неспосредственно недвижимость. Ты можешь сделать это сам. Ты можешь обратиться к управляющей компании, ну, в данном случае, ко мне, и сказать, Эрек, прошло 3 года, помогите продать сейчас, и я без гарантий буду стараться это сделать и обращаюсь просто к другим инвесторам, которые покупали себе долю-две и которые хотели бы расширить свое, скажем так, присутствие в этом проекте и зарабатывать больше. Но я не могу этого обещать. Обещание, оно прописано в контракт и дается через 5 лет. Поскольку во Франции не очень любят слово обратный выкуп, то в контракте прописано как гарантия перепродажи. Так это сформулировано, но это по сути означает то же самое. Гарантия перепродажи, они должны сообщить о вашем желании выйти или продолжать, нужно сообщить за год. То есть прошло вот год и 4 года, вы говорите, я хочу продолжать. И у компании есть время для того, чтобы спокойно найти покупателя и вернуть вам ваши деньги. Если вы не сообщаете, предполагается, что вы продлеваете на следующие 5 лет. Вот, собственно говоря, все, что нужно помнить. Можно ли отдыхать самому, например, несколько дней в году? Можно быть до недели в году без влияния на доходность, можно до 4 недель в году с потерей за каждую неделю 2%. То есть попросту говоря, если вы получаете 6% годовых, хотите на месяц приехать в этом году, на 4 недели, то вы можете там неделю быть, можете там месяц быть, но вы ничего за этот год не заработаете, а просто этот год вы отдыхали. В следующем году вы не берете 4 недели, а берете только 2 недели и вы теряете 2%, 2% из 6% остается 4%. В третьем году вы берете только 1 неделю или вовсе не берете, тогда вы получаете все 6%, которые вам в контракте прописаны. Мое когда-то поверхностное, как сейчас более глубокое знакомство с рынком зарубежной недвижимости приучило в той или иной степени к верности утверждения, что больший доход или большая доходность означает большие риски. Тревьеховский пример, условно тревьеховский, назовем его 5% пример долгосрочной или там 3-4% пример краткосрочной или долгосрочной аренды пересекается с 9, а то и 10% примером, который ты привел сейчас. Тут никого не убедишь в том, что все нормально. Где подвох? Вопрос, где подвох? Причем подвох в гораздо более серьезном уровне, чем тот же самый, что, например, в курортном направлении. Смотри, здесь я объясняю это таким образом. Когда вы обладаете некой недвижимостью и сдаете ее, например, долгосрочно, у вас есть некая ставка в месяц. Какая-то. Ну, допустим, в Санкт-Петербурге, ты знаешь, есть квартира, она приносит тебе столько-то денег. Если ты посчитаешь доходность в сутки, ты получишь некую цифру. Правильно? Ну, допустим, если ты сдаешь за 1000 евро квартиру в месяц. Я беру сейчас просто произвольные цифры, чтобы легче было счетать. Очевидно, что эта квартира вам приносит 33 евро в сутки. Делим 1000 на 30. Дальше идем в краткосрочную аренду. И мы сдаем эту квартиру за 50 евро в сутки. Я сейчас не говорю про букинговские там расходы, просто я порядок цифр, примерно. Допустим, сдаешь ее за 50 евро. Соответственно, твоя доходность уже получилась не 1000, а 1500. С понятными там «но», с дополнительными расходами, рисками и так далее. Здесь тоже риски есть. Мы понимаем, что вы можете остаться без ориентатора, или там может быть ситуация, нам всем сейчас известна и так далее. Далее предположим, что вы владеете гостиничным номером, за который человек платит 100 евро в сутки. Понятно, что ваша доходность увеличивается. Потенциально. Потенциально, разумеется. И тут мы приходим, на самом деле, к важнейшему моменту, к ключевому вопросу подобного рода пассивного дохода – это управляющая компания. Поскольку, ну, возьмем простой пример. Ты купил кафе на каком-то там ходовом месте, я не знаю, там, ты лучше знаю, в Питере. Скорее всего, там будет поток людей, но этот бизнес можно угрохать, если с ним плохо обращаться. Просто хамить клиентом, попросту говоря, или делать отвратительный кофе. При этом, вот, я, может быть, кафе не на самом ходовом месте, но там, где будет замечательный управляющий, прекрасного качества кофе, и вообще будет очень уютно и здорово. И там будет просто все время клиент. Схема понятна. И понятно, почему одно, один бизнес, несмотря на хорошее место, не процветает, а второй процветает, хотя и место не самое лучшее. То же самое можно сказать и про недвижимость, которая работает по принципу гарантированной доходности. Все управляет в управляющую компанию. Если она правильно себя ведет, клиент, и продукт хороший, это то, что я, в первую очередь, изучаю. Я изучаю две вещи. Насколько хороший продукт, насколько мне понятна схема бизнеса, и насколько хороша управляющая компания. Какой у нее есть опыт, что она умеет делать, и каким образом она будет управлять этой самой недвижимостью, а по сути, моими деньгами. И на выходе я понимаю, я готов инвестировать или нет. Ну, то есть, условно говоря, изначально этот проект тебе показался более-менее надежным, и компания показалась более-менее надежной. Да, да, не более-менее абсолютно. Я посчитал, что это как бизнес, это абсолютно надежно, потому что он не зависит очень сильно от иностранных туристов. Я всегда считаю, что местный бизнес это лучше, чем бизнес международный. Потому что, ну, мы сейчас все прекрасно понимаем, почему в данной ситуации, но и вообще, когда есть прикормленное хорошее место, куда приезжают местные люди, этот бизнес всегда будет процветать. Это как маленький, маленькая кафешка, где-нибудь там, не знаю, даже на окраине города. Она может все равно процветать, потому что она заточена повторяющихся туристов. Туристы, приезжающие, это разовые, как правило, туристы. Многие, скажем так, в турбизнесе не сильно там заморачиваются по поводу качества, потому что они представляют. Ну, приехал один, завтра приехал другой и так далее. Люди, работающие на местном рынке, они всегда озабочены тем, придет ли к ним клиент снова. Это принципиальная разница между местным бизнесом и, скажем так, международным бизнесом. Окей, продолжают поступать вопросы. Ну, вот, Степана, вопрос, я его, может быть, немножко переформулирую. Если что-то сделаю, что-то скажу не совсем точно, поправьте меня, пожалуйста, Степан, допишите. С учтом, просто расширив его, если та компания как-то перестает выполнять обязательства, та сторона. Какова моя там юридическая поддержка в данном случае? Что за документ я подписываю? С кем я его подписываю? Как юридически прописываются вот все вот эти цифры? И на той стороне это кто? Это фонд? Это собственник? Вот вся вот эта история. Значит, как я уже сказал, если мы говорим об этом проекте, тут достаточно долгий разговор, не знаю, сможем ли мы это в рамках нашего вебинара. Я готов буду впоследствии выйти в деталь. Я сейчас очень поверхностно расскажу. Но все равно расскажи, потому что будет у кого-то более глубокий интерес с Эриком связаться всегда можно. Я думаю, контакты в самое время опубликовать. Но просто давайте лучше расскажи, я помолчу, а ты просто говори, как считаешь нужным. Это важно, потому что... Есть квартира, на нее есть документы собственника. Эту квартиру покупает юридическое лицо. Компания. Компания прописана в уставе 13 долей. Эта компания владеет этой самой недвижимостью. То есть она является... У нее ставят логики на руках. То есть документ, подтверждающий право собственности. Вы являетесь совладельцем, то есть являетесь владельцем одной тринадцатой, двух тринадцатых, там, восьми тринадцатых, сколько у вас есть желания и денег, так сказать, участвовать, совладельцем этой квартиры через совладение в компании. То есть, ну вот мы говорили в прошлый раз про Финляндию, где вы владеете акцией. Купая квартира, это никого здесь не смущает. Немножко, скажем, похожая ситуация, по сути, здесь. Что только разница, что здесь уже фиксированное количество долей. Вы покупаете долю. Не прописаны номера акций, вы покупаете долю. Покупая долю, вы также владеете этой недвижимостью. Если компания перестает выполнять свои обязательства, то вы, как и все другие двенадцать инвесторов, вы, соответственно, сами распоряжаетесь этой недвижимостью или находите иную управляющую компанию. Это, кстати, прописано в контракте. Там есть два главных контракта. Первый контракт это на покупку, а второй на управление. В контракте на управление прописаны все моменты, связанные и с доходностью, и с ответственностью обеих сторон, в том числе за управляющие компании. И, конечно, по поводу перепродажи, соответственно, выхода из этого проекта. То есть все это достаточно прописано. Проект, все контракты у меня есть и на английском, и на русском языке. Я легко могу предоставить и уже вам решать, насколько они для вас убедительны. Повторюсь, я вижу один вопрос, вот вы тут про Испанию хотели, а вы вот про Францию. Я хочу подчеркнуть, что я хочу говорить про... Я не хочу, я предпочитаю и надеюсь, что это кому-то интересно, говорить про деньги. Про то, каким образом можно деньги заработать с минимальными рисками или, по крайней мере, с понятными рисками. Будет ли это Испания, Франция, Турция, Таиланд или еще какая-либо страна. Для меня это лично вторично. И деньги, они без разницы, где вы их зарабатываете, лишь бы вы понимали, как они к вам приходят и с какими рисками или с какими условиями это зарабатывание связано. Вот несколько слов тогда про невыполнение условий с той или иной стороны и разрыв контракта, разрыв этого соглашения. В какой ситуации ты можешь что-то сохранить для себя, если вдруг компания перестает выполнять какие-то обязательства. Да, значит, в ситуации, когда компания перестает выполнять свои обязательства, то есть она нарушает эти соглашения, ты, как и другие совладельцы компании, имеешь право заключать договор с иной компанией, с иной компанией, которая будет управлять твоей недвижимостью или управлять коллективно ею сам. Но, в принципе, эта ситуация достаточно фантастическая, потому что это работающий курорт. И поэтому управлять ее обязательно компания будет. Это ее бизнес. Она на этом сама зарабатывает. Скажи все, что ты можешь сказать по поводу налогообложения. Эти цифры, которые ты привел, налоги здесь, налоги там, они очень сильно могут отличаться. И я знаю, что это всегда такой очень сложный вопрос, вернее, ответ на него требует несколько уходов в сторону от главной темы. Но, тем не менее, налоги здесь, налоги там. В двух словах. Если мы говорим о покупке одной-двух-трех фракций, та доходность, которая генерируется посредством покупки этих фракций, она, если она менее 9 тысяч чем-то евро, а это меньше, она не облагается налогом там. Естественно, любой доход облагается налогом по месту вашего налога резидентства. То есть, если вы являетесь налоговым резидентом, допустим, Российской Федерации, то, насколько я знаю, это 13% вы должны платить с подобного дохода, если вы его декларируете у себя. Вот. Ни одна компания, которая выплачивает некую фиксированную доходность, не может брать на себя обязательства по налогам, выплачиваемым в той стране, где инвестор непосредственно находится, или, скажем, в той стране, где он является налогом резидента. Поэтому это всегда ответственность, как ваша ответственность платить налоги, не знаю, доходы с аренды в России, наверное, то это также касается любых других доходов. То есть, к вопросам, оплаты налогов внутри России, я даже не буду притравиваться, только я не являюсь там специалистом. Думаю, нужно обратиться к налоговым консультантам внутри страны. Окей, давайте тогда сейчас чуть-чуть пойдем дальше. Еще разок пробежимся, есть ли какие-то вопросы, какие-то цифры. Я тоже пробегусь, потому что я, ну, так, вникал. Вопрос поступил, а в аренде для бизнеса есть проекты, офисы, сейчас поступил вопрос, я сейчас пытаюсь просто его для себя перечитать и понять. А в аренде для бизнеса есть проекты, офисы, магазины, салоны? Нет, у меня сейчас, у меня сейчас таких проектов нет. Наверное, есть множество других компаний, которые занимаются коммерческой недвижимостью. Это интересное направление, особенно сейчас, но вот я как-то, я очень медленно передвигаюсь по проектам, мне нужно погружение глубокое, поэтому я не набираю, я иду, так сказать, больше в сторону качества, чем количества. Хотя, конечно, надо расширять, это правда. Это интересное направление. Уточнение этот, Андрей, то есть, речь идет об инвестиции в компанию, по сути, а не в недвижимость, как инвестиции в инвестиционные фонды, управляющие собственной недвижимостью, по факту. вы инвестируете, вы покупаете долю в компании, которая владеет недвижимостью. Вот так. То есть, вы являетесь совладельцем компании, которая в свою очередь владеет недвижимостью. Окей. Значит, будут еще вопросы по Франции, безусловно, чуть позже ответим. Давайте теперь переходим в другую сторону, немножко к северу. Второй проект, как Эрик сказал, проектов именно такого уровня у него их не очень много. На сайте вы, собственно, с ними можете подробно познакомиться, на сайте erikradinfeld.ru. Переходим к другому проекту. Мы тоже в прошлый раз кратко о нем говорили, но давайте все-таки о цифрах. Там базовые параметры с точки зрения небольших инвестиций еще более любопытные, но вопросов ничуть не меньше, а даже больше. Пожалуйста. Значит, следующий проект, о котором я буду говорить, и я его привожу как, опять-таки, как пример различной вариации подхода к покупке недвижимости. Мы все знаем, как бы классическую, вот купил, владею, потом с ней что-то делаю, встаю, живу и так далее. Все это нам известно. При этом, если у нас небольшой бюджет, а сейчас я полагаю, бюджет еще и больше, в большей степени уменьшится на покупку недвижимости, то вариантов не так и много. Либо мы их, так скажем так, вкладываем в некую недвижимость, либо мы пытаемся, опять-таки, я повторюсь уже в сотый раз, диверсифицировать. В этом смысле различные варианты с малым входом и с хорошей доходностью могут представлять интерес. Как с точки зрения снижения риска, так и с точки зрения вот малого входа. Вот поэтому я сейчас об этом буду говорить. Представим себе ситуацию, что у нас есть миллион евро или 10 миллионов. И наша задача инвестировать. Ну, я думаю, что большинство слушателей согласится, что инвестировать в недвижимость это хорошая идея. При всех там ряде, ну и так далее, так далее. Кто-то скажет, что нужно инвестировать там, не знаю, в своем городе или в своей стране, кто-то скажет, наоборот, зарубежная. Если те, кто хотят инвестировать в зарубежную недвижимость, если у них какие страны считают надежными, то опять в Германии явно где-то в первой тройке появится. То есть явно будет, так сказать, вызывать такое пленное доверие. Так вот, данная компания чем занимается? Она занимается скупкой, скажем так, старых зданий в хороших локациях и их ремонтом и перепродажей. Как правило, это жилые дома, имеющие некую архитектурную ценность. В Германии покупка квартиры в доме с архитектурным неким бэкграундом это облегчение в налогах. Это немцам, любящим считать как бы важный фактор. Значит, компания покупает такую недвижимость, она ее реставрирует, переоборудует внешне, внутри и продает. На этом она зарабатывает. То, что называется редевелопт. Ну, схема бизнеса очень понятная. Если мы когда-то, кто-то из нас сделал ремонт, то мы знаем, что вот квартира до ремонта, после ремонта стоит дорожащик до ремонта. Вопрос только в том, насколько она дорожа стоит и как-то коррелируется с расходами на ремонт. То есть достаточно простая арифметика. Попробую ее расширить до уровня целого здания на 150 квартир. Примерно та же самая логика, только вопрос, что иные совершенно цифры. Масштабы. Да, иные масштабы. Значит, эта компания, здесь две компании, на самом деле, инвестиционная компания и строительная компания. Инвестиционная компания генерирует деньги для того, чтобы выкупать эти проекты и передает их строительной компании, которую этот проект приводит в человеческий современный вид. Потом они его продают. Источники финансирования, они достаточно стандартные. В первую очередь, конечно, это банки, поскольку, ну, очевидно, что банк дает гораздо лучшее условие, чем та доходность, о которой я сейчас буду говорить, которая гораздо выше, чем то, что банк хочет. Но очевидно, опять-таки, то же, что банк не оплачивает весь этот праздник самостоятельно. Если вы пойдете покупать квартиру в вашем городе, то банк, скорее всего, особенно ту, которая требует серьезного ремонта, банк, скорее всего, не покроет ваши расходы на покупку, на ремонт, на проектирование и на кучу еще других расходов, которые вы понесете в этом проекте. Очевидно, он вам покроет лишь часть. Что делать со второй частью? Использовать свои деньги. Замечательно, разумеется. Но если их не хватает, проект большой, вам нужны дополнительные средства. Тогда вы уходите на рынок и говорите, ребята, помогите, дайте нам деньги, мы вам за это будем платить. Наша компания делает то-то, 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 то-то. Вот мы таким-таким-таким-то объектами владеем, так-то вот мы уже работаем с инвесторами, присоединяйтесь, мы вам дадим хорошие условия. То, что называется краудфандингом, то, что вот рейты, о которых мы говорили ранее, то есть real estate investment fund, это все одна и та же схема, когда люди собирают небольшие деньги с мини-микроинвестором, которые в свою очередь получают возможность иметь причастность к большому проекту с маленьким входом. Вот это точно такая же ситуация. Различие между этой компанией и рейтами или краудфандингом заключается только в том, что компания проводит эмиссию, упускает облигации. Облигация от акций в данном конкретном случае отличается тем, что в облигациях прописана доходность. Если с акциями это может быть плюс-минус, то же самое это касается и рейтов, например, ваши акции могут сегодня влететь, завтра упасть, с облигациями вы, по крайней мере, можете прогнозировать свой доход на годы вперед. Если сама по себе схема бизнеса вам понятна и она здоровая, то вы можете рассчитывать доход на долгие годы вперед. Таким образом, вы можете приобретать эти облигации и участвовать в этом бизнесе компаний, которые покупают жилье в Германии, реставируют и перепродают. Вот это общая, так сказать, вкратце идея бизнеса, в которую я, например, инвестирую. Давай переходить тогда к цифрам по конкретному проекту. Владимир, Борис, обязательно ответим на ваши вопросы. Я их видел, обязательно все задам. Пожалуйста. Да. Ну вот здесь мы приходим к цифрам. Значит, страна Германия, сумма инвестиции от 3 тысяч евро. Это, я сразу оговорюсь, здесь есть 2 программы накопительные и инвестиционные. Инвестиционные означает, что вы сразу вкладываете определенную сумму денег и вам начинаются выплаты ежеквартально. То есть вы сейчас положили там 3 тысячи или там или 10 тысяч евро и значит с 1 март, апрель, мая, июль, 1 июля вы получаете уже первые деньги. Потом через 3 месяца следующие и так далее, и так далее. Ежеквартально вам идет расчет. Вторая схема, которая в основном рассчитана на граждане ЕС, но тем не менее мы работаем с инвесторами из Казахстана, из России тоже. Это накопительные программы, которые сейчас в наши дни по моему сегодняшнему опыту пользуются больше всего спросом. То есть это то, что в общем-то больше все люди сейчас хотят иметь. То есть некие возможности ежемесячно по чуть-чуть вкладывать, чтобы это все накапливалось в стабленный период времени, оговоренный естественного контракта, известный заранее, вы получаете свои накопления плюс процент. Значит, ну здесь я рассматриваю на примере скажем 10 тысяч, чтобы как-то более-менее, потому что если 3000 можно, то что вкладывает, но это получается, что это получается 180 евро в год или 15 евро в месяц. 3000 коснее инвестиции, не бог весть какая, ну и 15 евро я никого не спасу. Я не объем рассчитаю, потому что там очень трудно. Допустим, 10 тысяч. Извини, перебью чтобы от цифр секунду отдохнули, как по старому анекдоту про Раскольникова не скажите пять старушек рублей. Ну, например, смотри, возьмем 10 тысяч, можем взять 50 тысяч, если сравнивать с тем, что мы до сих пор приводили как примеры, ну возьмем например 10 тысяч евро. Допустим, опять-таки у человека есть там, не знаю, 50-30 тысяч. Сегодня вот запрос пришел через портал Прианн, у меня есть 20 тысяч, что вы посоветоваете? Ну вот, я не могу посоветовать такому человеку покупку недвижимости, поскольку, если он что-то и купит за эти деньги, то это будет, ну, совсем что-то грустное, явно не при этом никакого дохода. Вот, а тем не менее, деньги лежат, а значит, тают. И у евро есть инфляция. и деньги, которые лежат под рукой, это искушение залезть и выщипнуть туда 100 евро. Ну что там, 100 евро, чипнул, ну, 19-900, это все равно сумма. А там еще, и туда, и туда, и деньги все равно так, они не работают. Так вот, вернемся к варианту 10 тысяч. Значит, что такое 6% годовых, это 600 евро в год, или 150 в квартал. Правильно посчитал? Да, правильно. Если мы инвестируем 50 тысяч, то мы получаем 8% годовых. Это 4 тысячи в год, или по тысяче в квартал. Уже как-то более-менее ощутимая цифра. Поскольку эмиссия всегда делается на 5 лет, то, соответственно, эти деньги возвращаются в январе 2026 года. Они приходят к вам на счет, и вы можете их опять реинвестировать, или пожелаете в ту же компанию, или в какую-то иную. Это ваши деньги, вы сами решаете, что с ними делать. Но возможности реинвестируемых существуют. Но они обязательно должны вернуться на ваш счет. И с него опять уйти в Германию. Они вынуждены, ну, по правилам. Вообще Германия страна, в которой такие малярки инвесторы типа меня, они достаточно мощно защищены. Есть целый свод законов, защищающий права вот таких вот микроинвесторов. Что означает, что в случае банковской компании ее имущество вся эта недвижимость начинает продаваться, и мы стоим первой в очереди. Так, вот пошли вопросы. Давай зададим вопросы. Если я правильно понял, первый из которых мы не успели ответить, они про Францию, поэтому мы чуть позже к ним вернемся. А если про Германию. Аудит, от Владимира вопрос, аудит финансовой деятельности компании кто-то проводит, и может ли компания в данном случае обманывать, то есть завышать затраты там на ремонт и так далее. Прозрачность действует этой компании. Естественно, как и любая компания, она сдает ежегодный отчет. У меня есть цифры, например, на 2019 год. Смотрите, тут мы приходим к такой деликатному моменту, это момент, скажем так, доверия. Если мы смотрим на цифры и совершенно не смотрим ни на схему бизнеса, ни на людей, то нас пугать будет все. Если мы исходим из того, что нам самое главное в руках ключи и документ собственника, и любые другие формы для нас это страх и невозможность, тогда лучше вообще не смотреть на эти схемы, потому что если вас настолько сильно трясет от одной только мысли о рисках и так далее, то, конечно, с недвижимостью в этих приложениях связывается достаточно тяжело. Может быть, тогда лучше вообще не тратить деньги, если это приносит комфорт и не беспокоит, что вы не вскакиваете ночью, что я туда-то вложил, а что мы с ними завтра и так далее. На самом деле, естественно, есть жулики, есть бизнес, которые не работают во всем мире. Они есть и в Германии, они есть и во Франции, они есть и в России, они есть и в Америке и в Финляндии и то же самое и так далее. Мы не все не застрахован от того, что никогда ничего плохого не произойдет. Мы только говорим о соотношении рисков и прибыли. И риски мы, скажем так, воспринимаем нормально тогда, когда мы понимаем их. Для меня это понимание бизнеса и понимание людей, которым бизнесом занимаются, и понимание того, что эти люди идут со мной в одном направлении. Я понимаю, что их задача, я не считаю, что они самые порядочные на свете, просто кристально честные люди. Мне даже это не так важно. Мне важно, чтобы для них продолжать бизнес было выгоднее, чем его не продолжать. И это для меня гораздо больше гарантия того, что они выполняют свои обязательства передо мной, чем все законы Германии вместе взятые или там все ощущения по другим факторам. Вопрос следующий. Инвестиции во Франции и в Германии они только в евро или есть схемы в долларах? Они только в евро. Это в евро. Если мы когда-то доберемся, вот мы говорили с Филиппом по поводу возможностей разговора по Азии, то там мы будем говорить про доллары. Но про Азию мы будем говорить ближе к концу месяца. Если компания немецкая обанкротится и облигации купленные, обанкротятся, что тогда? То есть какая здесь? У нее в общей сложности сейчас обязательства перед инвестором примерно на 80 миллионов. Если брать сегодняшние цены на ту недвижимость, которую она владеет, а у компании 24 проекта в общей сложности. Что-то чем-то она владеет полностью, чем-то частично. Не все проекты являются полной собственной компанией. Она всегда диверсифицирует деньги инвесторов, не вкладывая все в один проект. Так вот, если брать сегодняшние цены на эту недвижимость, то они то есть не дали компания в плюсе просто по своему имуществу. Дали просто взять все это продавать, мы все свои деньги получим. Поэтому я ислужу вот из этого. Вот эти разовые инвестиции и вот эта разовая, пусть даже небольшая прибыль, как здесь с налогами? Понятно, что там 15, 180, 200 евро это не такие большие суммы, но все равно государство любит и такие деньги. Значит, в случае, когда мы говорим про разовые инвестиции, они выплачиваются инвестору полностью без каких-либо вычетов, потому что фонд, через который комиссия проводится, находится в Лихтенштейне. Это соседняя сторона из Германии и Лихтенштейн выбран потому, что основным, скажем так, рынком инвестирования, а точнее, рынком откуда инвестиции приходят для этой компании, это Швейцария. Я не вникал в разницу налога или там в разницу закона, законов Лихтенштейна и Германии, но мне объяснили таким образом, что законодательство Лихтенштейна ближе к швейцарскому, чем немецкой. И поэтому проще было делать этот фонд в Лихтенштейне, поскольку он рассчитан первичный на швейцарских инвесторов. Если мы говорим про накопительные программы, они в Германии, эта компания в Германии и здесь компания вычитает процент из ваших, из начислений процентов вам. Вычитает 24,5%, если не ошибаюсь. И об этом ежедневарно вам сообщают. Мне в январе пришла бумага, что вот такое-то количество налогов с того, что я инвестировал в прошлом году, точнее, с того процента, который был зачислен на мои ежемесячные инвестирования, был уплачен. Я это могу предъявить тогда, когда срок инвестирования закончится, и моя налоговая спросит, откуда тебе такая деньга, тебе свалилась? Где я эти документы им покажу? Ни одна налоговая не будет возвращать естественную разницу, поскольку в России налог меньше, в Финляндии он выше. То есть я еще буду доплачивать 5,5% до 30%, что есть налог в Финляндии. В России же налог маленький, но ни одна налоговая не скажет, ой, вы переплатили, мы вам сейчас вернем деньги. Разумеется, никто тут не будет. Но у вас будет подтверждение легальное, что вы налоги заплатили в Германии. Соответственно, в России их платить не придется. Начиная с какой суммы целесообразен самостоятельный вход в подобные проекты? Не квартира, а проект. Такой вопрос. Имеется в виду, с какой суммы вообще стоит... Вы знаете, сложно сказать, у меня самый, скажем так, юный инвестор это 18-летняя девушка, которая вложила 3000 евро, полученные от мамы, которая собирается использоваться в будущем для того, чтобы внести первый взнос за квартиру, когда она будет уже, так сказать, после окончания института самостоятельно. Вот. И она хочет, чтобы эти деньги там за несколько лет превратились там в 3,5 тысячи, образно говоря. Иначе она их потратит на всякую разную ерунду, простите. Вот. Это как бы один вариант. Кто-то вкладывает там 10 тысяч, кто-то вкладывает 20 тысяч. Это зависит от, а, возможности, б, то, чтобы ходить на выход. А для того, что я не знаю? Правильно понимаю, Владимир сейчас, это был вопрос от Владимира, вот он еще сейчас дописывает. Владимир, допишите еще сейчас вопрос, потому что я, кажется, понимаю, в какую сторону вы его задаете, но просто у нас еще время есть немножко, вы успеете дописать, и мы успеем его задать Эрику, чтобы вы получили ответ именно на тот вопрос, который вы задаете. Вопросов несколько, я их объединю в один. Ну, первый вопрос, сколько составляет стоимость ваших услуг по содействию в инвестировании проектов? Я как журналист, человек более грубый, скажу, а ты-то на чем здесь зарабатываешь? Я с удовольствием нам это отвечу, потому что это хороший ответ. Обычно, когда я говорю, что вы мне ничего не платите, мне платит компания, первый реакция, ага, он топит за эту компанию, потому что она ему отстегивает большую комиссию. Это логичная логика, я даже не хочу никого обвинить в том, что это там неправильно. Разумеется, если человек говорит, что ему кто-то платит, так он красиво на эту тему и поет. Так вот, я совершенно официально заявляю, прямо вот так вот в прямом эфире, что моя комиссия по немецкой компании стоит 2,4%. 2,4. Ну, я не знаю, кто знает комиссии по зарубежной недвижимости, понимает, что это не такая комиссия, которая стоит рвать рубаху. Совершенно точно. И, наверное, если человек получает такую комиссию, что-то еще его притягивает в этом проекте, кроме как чистой воды, желание заработать деньги на неопытных инвесторах. Я прохожу, проходил и буду сейчас в июле дальше проходить обучение в этой компании по работе с финансовыми инструментами, потому что для меня, как бывшего риэлтора, это достаточно новая тема. Я, в первую очередь, тестирую на себе, я сам инвестирую и смотрю, как это все работает. Мне она нравится, мне кажется, что нужно расширять кругозор не только работая прямолинейность недвижимость, но и с разными иными способами инвестирования в недвижимость. Это один из тех, которые, как мне кажется, за которым будущее. Люди будут диверсифицировать и дальше, люди будут инвестировать в проекты, в которых можно войти малой долей и зарабатывать много и так далее, и так далее. То есть я считаю, что это за этим будущее, и поэтому я в это время пошел, и поэтому я работаю, и поэтому я прохожу обучение, и поэтому вам не надо будет платить мне за работу по этому проекту с вами, если вы этого захотите. Следующий вопрос. Тогда вот чисто технически, как осуществляется этот платеж? То есть надо тебе пересылать деньги, а ты их потом куда-то выжил? Нет. Делайте так. Собирайте в чемодан все деньги, которые есть. Вам посвонят, мой человек заедет, будьте готовы через два часа. Разумеется, нет. Вы заключаете контракт с компанией. С этой компанией ваши все отношения и оговариваете этим самым контрактом. Переводите вы в эту компанию и только туда. Никаких денег, мне больше, попасть, платить не нужно. В коем случае никому не нужно, кроме самой компании, которая берет у себя обязательства перед вами. Вы общаетесь с ней. Контракт можно заключать дистанционно. Существует онлайн система сейчас регистрации контрактов, но она в России пока не работает, поскольку в России нет инструментов идентификации, которые бы принимала Германия. Идентификация личности по, так скажем, ну там докусайн существует, но он не работает в Германии в данном случае. Поэтому мы пока действуем очень тривиальным путем. Я заполняю контракт, я провожу собеседование с инвестором, потому что, поскольку я обязан убедиться, что инвестор понимает, куда он инвестирует, что у него это не последние деньги, которые он инвестирует, и что у него есть определенный опыт, потому что если его нет, немцы просто не принимают контракт, говорят, извините, такой замечательный, неожиданный для продавца, так сказать, такой подход, который вот в данном случае существует. И если всех все устраивает, то тогда контракт-оригинал присылается в Германию, там его подписывают, человек оплачивает там ту сумму, которую он в контракте обязался оплатить, разве будут инвестиции накопительные, ему приходит облигация-оригинал, ему приходит опенал-контракт, он все это хранит, ему открывается кабинет на сайте и прочее-прочее. Там много чего, я боюсь, что мы выпадем из нашего расписания, если я пойду в детали любимой своей темы. Всегда есть возможность задать такой вопрос в частном порядке. Да. Преаболись на вопрос от Антонины, назовите накопительный фонд. Назвать эту компанию? Да, пожалуйста, VIVAT Group называется, VIVAT Group. Я могу прислать, я могу сюда писать, я могу писать. Писать можешь, но давай сделаем так, ты тогда пока вот 30 секунд пиши название этой компании, будет немножко шумно, но позволим Эрику написать, раз вопрос такой есть. А пока Эрик пишет, я проанонсирую наши вебинары на следующей неделе, их будет аж три, 19, 20 и 21 числа. 19 числа это наш традиционный вебинар-марафон, много событий происходит на рынке зарубежной недвижимости прямо сейчас в режиме реального времени и мы как раз вот об этих событиях поговорим на очень-очень популярных рынках. Каждый день проводи, вчера было так, сегодня по-другому, мир начинает оживать и мы как раз об этом поговорим подробно с экспертами из разных стран. Это будет, это будет, что такое? А, GGG Holding. Значит, я, можно я объясню, что я написал? Значит, как я сказал, там участвуют две компании, одна инвестиционная, вторая строительная. Компанию называется Multitalent.ag Это компания, входящая, так называемый VVAT Group. Вы можете зайти по этой ссылке, я думаю, что она прямо откроется. Строительная компания, которая тоже имеет значение, потому что именно она, ее руками, ее опытом строится и продается недвижимость, называется GGH GGH HOLDING. Я не помню, слету адрес этого сайта, но я думаю, что если вы погуглите как HOLDING, то вы найдете, найдете эту компанию. Если кому-то нужны прямые ссылки, то вы, пожалуйста, мне напишите, я вам пришлю. Здесь никаких секретов нет. Копайте столько, сколько вам хочется. Ну, раз уж ты на секунду отвлекся, давай я еще договорю про наши два завтрашние вебинара, и мы вернемся к завтрашней, на следующей неделе. Значит, потом 20-го числа мы говорим о возможности получения ВНЖ для инвесторов в Германии, о том, как это будет, как это, в принципе, сегодня работает. Немецкая схема, она не самая очевидная, потому что нет жесткой программы, а есть просто вот понятие, да, вот что такое понятие, будем говорить об этом. Это будет у нас 20-го числа. 21-го числа мы поговорим о разных казусах и возможностях тайской недвижимости, как правильно покупать в Таиланде, в каких случаях мы не должны... То есть, какие проблемы могут на этом этапе возникнуть и как сделать так, чтобы этих проблем было мало-мало-мало. Итак, про три вебинара рассказал, давайте дальше на вопросы, Эрик, отвечаем. Сейчас был вопрос, вот от Марии был вопрос, по-моему, сейчас, секундочку, одну, извините, пробегаю наверх. Вот. Мария спрашивала, вот обучение, о котором вы говорите, ну, то обучение, что ты проходишь, оно открыто для рынка или нет? Что это такое вообще? Кто его может пройти и как получить подобного рода образование? Да, оно предоставляется тем, кто заключает партнерское соглашение с компанией, которого компания, соответственно, обучает работать с их продуктом. Только им нужны менеджеры, которые продают этот продукт на разных рынках, владеющие разными языками. Ближайший подобный, скажем так, обучающий семинар, это достаточно интенсивное, двухдневное мероприятие, часов по 9-10 каждый день, пройдет в Юрмале в конце июля. И я не знаю, будет ли возможность у вас туда приехать, и я могу детали уже индивидуально передать и рассказать. И, в принципе, я готовлю тоже такой онлайн небольшую презентацию по этому проекту для тех, кто хотел бы с ним работать. И пока вот у меня есть несколько человек в этом заинтересованных, и свяжитесь со мной, пожалуйста, и мы попытаемся найти правильное решение, чтобы вы получили больше информации. Окей. Подобного рода проекты, ну, долевые, есть ли на Кипре? Я этого не знаю. Но вот у меня есть коллега на Кипре, может быть, Людмила, если она нас слушает, вот вы, возможно, она может помочь. Вы мне пришлите, пожалуйста, этот вопрос, я его передам своей коллеге, которая работает на Кипре, возможно, у нее есть решение. Я этого не знаю, но, возможно, есть. На Приане, ну, я думаю, не только на Приане, выставлены инвестиционные объекты в Великобритании. Что вы думаете об инвестициях в недвижимость в Великобритании? Не квартиры, а отели, доходные дома и так далее? Я думаю, об этом вообще хорошо, но я каждый объект старался бы копать. Ну, попросту говоря, в Великобритании замечательно. Там вся информация открытая. Вы можете, набрав название компании, с которой вам предлагают работать, найти множество информации о том, кто ее директор, когда последний раз директор менялся. У меня был случай с одной компанией, которая не стала работать просто потому, что увидел, что у них три месяца, каждый три месяца меняется директор. Просто набиваете в Гугле информацию, название компании, вы множество, чего можете узнать. Доступ к регистру предприятий, или реестру предприятия, правильно сказать, и многого другого. То есть, просто надо копать. Нельзя сказать, что все хорошие, там все плохие. Есть хорошие, есть плохие. Надо просто делать домашнюю работу, потому что это ваши деньги. Как бы, если вы ошибетесь и не придете неподготовленным к этому решению, скорее всего, как любой неподготовленный человек, вы потеряете деньги. Или хотя бы в том смысле, что не заработать слухо, насколько рассчитываете. Поэтому я за домашнюю работу и за цифру. Вопрос от Сергея. После первой инвестиции, речь идет о немецком проекте, после первой инвестиции, например, в 3000 евро, как осуществляются последующие инвестиции, например, еще 3000 через некоторое число месяцев? То есть, в какой периодичности как это происходит? Значит, если мы говорим про разовые инвестиции, то вы можете получать такое количество контрактов, которые хотите, в рамках той эмиссии, которая компания разрешена Баффином, то есть, немецким регулятором по финансовой операции. Минимально это 3000, то есть, вы можете сделать сейчас на 3000, а через там 3 месяца сделать новый, но это будет уже новый контракт, доходный строк будет считаться с момента заключения этого нового контракта. То есть, вы не можете добрасывать в старый контракт деньги. С другой стороны, вы можете вытаскивать своего контракта через 2 календарных года до 30% денег, если так случилось, что вам нужны деньги раньше, чем на момент, когда контракт закончится. Там есть возможность сделать каникулы, есть возможность вытаскивать деньги и так далее, но эти нюансы я расскажу, если вам интересно уже, Как давно работает на рынке немецкая компания? Которые были выкуплены за 3 копейки, которые были в нежилом состоянии, разумеется, и сделали конфеты. Это был один из таких крупнейших проектов. Но их множество маленьких, вот на тех картинках, что были заставкой к этому, к расчету, как раз в некоторых проектах представлен. Сейчас вот куплено в центре Берлина здание, потом куплена бывшая пивоварня, которая будет переоборудована на 170-литных квартирах. Проектов много, их больше 20. По-моему, разрушать пивоварню и перестраивать ее – это варварство. Ну, это мое личное мнение. Человек просто. Это произошло в 16 веке. А, ну, тогда хорошо. Тогда хорошо. Торгуются ли эти облигации, о которых мы говорим на бирже, и вообще вот эти облигации, вот это моя собственность, которую я имею, что я с ней могу делать, как я с ней могу работать? Никак. Это ваше подтверждение того, что компания взяла на себя обязательства перед вами. Ваш риск заключается в том, что компания эти обязательства не выполнит. И тогда начнется процедура банкротства, комплексный управляющий, продажа недвижимости и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но вы, наверное, вы можете кому-то перепродать самостоятельно, но компания как раз предпочитает, чтобы вот вы заходили бы в этот проект, понимая не только, так сказать, вашу доходность, но и срок вашей инвестиции. То есть, попросту говоря, беря на себя обязательства в выплате ежеквартальной доходности, компания с вашей стороны ожидает, что вы не будете, скажем так, пять лет дергаться и дадите ей возможность на этих деньгах заработать больше денег, чтобы им тоже было это интересно. То есть, как бы, есть такая win-win ситуация с обеих сторон. Следующий вопрос. Вот я вернусь к французской теме, потому что, по-моему, был вопрос, на который мы не ответили, или, по крайней мере, уточнение нужно еще разочек. По поводу возможностей проживания. Давайте я еще этот кадр покажу. То есть, вот, какая там доходность заявленная, да, и какие правила по проживанию все-таки есть? Ты говорил, значит, еще разочек, если там неделя, то бесплатно, а если месяц, то извините. Значит, максимум, что человек может использовать без оплаты, то есть бесплатно, то есть без оплаты за проживание, может там жить хоть полгода, просто платя за это. Так вот, если инвестор приезжает не более чем на 4 недели в году, то он ничего платить не должен, кроме небольшой коммунальной оплаты, которая составляет 30, скажем так, это, ну там еще, по-моему, 1,13, 35 евро за квадратный метр в год. То есть, это, ну, совсем не, я сейчас не могу быстро посчитать, сколько это, но это совсем маленькая цифра. Если человек там проживает неделю, то он получает свою доходность без того, чтобы она была уменьшена. Если он хочет пожить там более чем неделю, то за каждую последующую неделю он теряет 2% доходности за свою долю. Попросту говоря, если у него было 6%, например, первые 5 лет в год, то он прожив там 3 недели, он потеряет 4%, а 2% останется. То есть, он может варьировать, главное, там есть дедлайн, конец марта, когда нужно принять решение, будете ли вы пользоваться ею или не будете. Если вы не будете, соответственно, она приносит вам ту доходность, о которой в контракте вы договорились. Возвращаясь к Германии, если мы говорим вот о количестве этих трехтысячных долей, их неограниченное количество? Или все-таки у них тоже есть как бы… Неограниченное, нет. Максимальным верхом ограничения является только сумма эмиссии. Если надо, допустим, 40 миллионов, вот вы можете покупать типа 3000, сколько вам хочется, пока эта эмиссия не будет исчерпана. Окей, ну, дорогие друзья, и в заключении, наверное, нашей сегодняшней беседы еще один кадр мы хотели бы обсудить, один слайд, да. Это не проект, это просто довольно интересный взгляд. Когда мы обсуждали вот этот вебинар, и Эрик рассказывал о том, о чем он хотел бы поговорить, да, что называется, он сказал, что тут есть вот такой взгляд, который он хотел представить. Мне кажется, что он довольно любопытный, поэтому, пожалуйста, давай я его открою, а дальше уже взгляд с другой стороны, да, что это такое. Значит, вот, стоп, да. Смотрите, здесь какая, опять-таки, это не я сам придумал, это, я уже говорил на прошлом вебинаре, я отражаю спрос. И ко мне стали обращаться люди, которые задавали вопрос, там, так, наоборот, не то, что вот у меня есть столько-то денег и сколько на них заработают, а говорили, вот, мне нужно получать 1000 евро в месяц. Или вот, ну, вот, недавно была дама, кто сказала, что мне нужно 3-5 тысяч получать. И что я должна для этого сделать, чтобы ежемесячно иметь вот эту самую тумбочку, из которой я буду спокойно доставать деньги. То есть вот тот самый идеальный вариант, когда деньги идут, я ничего не делаю. Что для этого нужно сделать? И мы начинаем считать наоборот, то есть не со стороны вот этой деньги, а вот эта вот доходность, как мы считали весь наш сегодняшний вебинар, а совершенно в обратном порядке. Такой вопрос кто может задать? Человек, который четко знает, зачем он инвестирует. Ему нужна не разовая прибыль, которую он может, возможно, получить при перепродаже, если все хорошо сложится, а такая, которая будет приносить ему тот самый замечательный, пассивный, регулярный, прогнозируемый и постоянный доход. Так вот, на примере вот этой немецкой программы я показал, что насколько меняется, скажем так, насколько меняются ваши финансовые расходы ежемесячно, если вы хотите через определенный период времени выйти на доход в 1000 евро в месяц. Это вообще замечательная постановка вопроса, потому что она сразу ставит точки над этим, зачем вы инвестируете. Ну так вот, если мы возьмем, например, этот пример, это вообще как бы все находится в рамках гораздо большего вопроса, чем инвестироваться в недвижимость, то, что называется финансовое здоровье. То есть, когда мы все находимся в определенном возрасте, мы понимаем, что если мы не займемся своим здоровьем, не сбросим там какое-то количество килограмм, если они у нас есть лишние, то рано или поздно у нас учится что-то с сердцем, там, с ногами и так далее. Можно на это все плевать и не обращать до этого внимания, живем только раз и прочее, но если, так сказать, даже вам на себя наплевать, наверное, есть люди, которые от вас зависят. Есть люди, которые предполагают, что вы будете долго лет, много лет, так сказать, здоровый и счастливый и еще и зарабатывающий. Ваши дети, например. И в этом смысле обеспечить себе вот этот самый пассивный доход было бы не самой глупой идеей. Каким образом сделать? Как бы у каждого разные подходы. Я поговорю вот про этот и просто покажу, как на примере. Допустим, вы хотите выйти на вот эту красивую цифру в 1000 евро в месяц. Если мы говорим о доходности в 8%, то тут легко посчитать, что нам нужно заработать, соответственно, 12 тысяч в год, 1000 на 12 месяцев, а 8% в 12 тысяч евро – это 8% от 150 тысяч. Ну, поверьте, или можете этот калькулятор, это очевидно. 150 тысяч в 8% – это 12 тысяч. То есть нам нужно иметь 150 тысяч. Если мы берем 150 тысяч, и кладем сейчас, уже со следующего месяца, мы начинаем получать эту замечательную 1000 евро в месяц. Тут все понятно. Допустим, у нас нет сейчас этой суммы, но у нас есть хороший постоянный доход, высокий доход. Или у нас есть сумма меньшая, которую мы можем по чуть-чуть выплачивать в накопительные программы. Возьмем программу, которая является пятилетней. На ней самая маленькая доходная сумка – вы отдаете компании деньги на очень маленький сравнительный срок. Для больших редевелопмент-проектов 5 лет – это не срок особо. 4% годовых. Значит, получается, что вы вкладываете 2250 в месяц, умножаем эту сумму на 12 и на 5, получим 135 тысяч, плюс процент – опять получаем за 150 тысяч. И, соответственно, переходим на эту 1000 евро в месяц под 8% доходность. Если мы возьмем не 5, а 10 лет, наша сумма сократится более чем в 2 раза. Уже 950 евро в месяц. А если мы скакнем на 25 лет, то у вас получится, что вам нужно сейчас откладывать всего лишь 245 евро. Для кого-то и это большая сумма, разумеется. Но это уже гораздо меньше, чем 2250, неправда ли? То есть, попросту говоря, я что хочу этим сказать. Чем более на ранней стадии вы примете решение о том, чтобы откладывать какие-то деньги, вкладывать ли их в этот проект, в иной, или просто там копить где-то на счету и так далее, тем с большей вероятностью вы и маленькими ежемесячными затратами придете к той цели, которая у вас, возможно, стоит. Или которую вам сейчас, может быть, после этого вебинара захочется перед собой поставить. Вот. И поэтому имеет смысл об инвестициях, если вы думаете о пассивном доходе, то есть о регулярных каких-то выплатах в будущем, подумайте как можно раньше. Мне 55 лет, и я думаю, что я поздновато об этом стал. Думать, стал бы об этом раньше, я бы раньше начал эти накопительные программы использовать. Просто потому, что я могу выщелкивать из своего дохода небольшую сумму, даже понимая, принимая те риски, которые существуют, чтобы на выходе иметь сразу разум сумму в 50-60 тысяч. Мне вот такая идея нравится. А вам? А вам. Ну что ж, а вам, а вас и так далее, дорогие друзья. Я думаю, что а вам ответ на вопрос, нравится ли вам такая идея, вы можете отразить в нашем чате, просто поблагодарив Эрика за сегодняшний рассказ, а я с не меньшим удовольствием благодарю вас, потому что, собственно, если бы вы не приходили на наши вебинары, то и смысла бы, в общем, говорить обо всем этом не было. Но, Эрик, спасибо тебе большое. Спасибо, Филипп. Спасибо. Филипп не совсем согласен из того, что говоришь ты, но, собственно, в этом и состоит смысл подобного рода. Значит, мы с тобой еще не раз пообщаемся на этот счет, поскольку если бы мы сразу были согласны, то было бы не так интересно. Здорово. Какой смысл дудеть в одну дуду? Ну, дорогие друзья, значит, в ближайший раз, ну, мы с Эриком еще сейчас планируем план, вернее, планируем план, господи, о чем я. Это полтора часа общения, все. Планируем наше ближайшее общение, о чем мы будем говорить в ближайшее время, но я точно знаю, как я уже сказал, что в конце мая, начале июня, скорее всего, в конце мая, у нас будет отдельный вебинар, посвященный феномену Юго-Восточной Азии, недвижимости Юго-Восточной Азии. Отдельно, безусловно, пришлем вам подробную информацию об этом, и там будет вебинар с несколькими одновременными экспертами из разных стран. Что это, как, почему, потому что, Эрик, как ты сказал перед нашей сегодняшней встречей про Юго-Восточную Азию, что это тот регион, который будет сейчас восстанавливаться быстрее всего. Вот так ты, кажется, сказал. И я могу это с цифрами объяснить, почему, да. С цифрами ты объяснишь, но на следующем вебинаре, а давайте сохраним немножко интриги. Все, молчу-молчу, молчу. Ближайшая тайская трансляция наша будет 21-го числа. Ну вот, прианру ивентс, поставьте себе в закладки, я сам себе поставил, чтобы не забыть, какие вебинары у нас на следующей неделе. На следующей неделе три, через неделю еще три, а там дальше будем смотреть. Дорогие друзья, Эрик, спасибо тебе огромное. Спасибо большое всем. Всем здоровья. Запись вебинара завтра или послезавтра, скорее всего, завтра. Отчет о вебинаре завтра тоже на прианру. И, соответственно, краткая информация того, о чем мы с Эриком... Ну, Эрик в основном говорил сегодня. Эрик Розенфельд, Филипп Березин, прианру, недвижимость за рубежом. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Продолжение следует...